Эти, которые меня обокрали, а! А еще у вас фальшивые! Вот он, вот он, вот он! Скажи мне, а! Разъярённая толпа едва не учинила самосуд над сотрудниками фирмы «Закон и защита», предлагавшей помощь в оформлении временной регистрации видов на жительство и даже гражданства России. Аферисты не только принимали паспорта и прочие документы у иностранных граждан, но даже выдавали справки от имени Управления по делам миграции ГУВД Москвы. Разумеется, сразу же вслед за этим их телефоны переставали отвечать. Я, Ермаматов Олег Алексеевич, гражданин Узбекистана, обратился в вашу долбанную компанию, где меня обули на 74 тысячи. Они взяли у меня паспорт, сказали, через 10 дней закон защиты сделает мне продлить регистрацию. По истечению 10 дней я пришел, они мне дали паспорт мой с фальшивыми печатями. Каким-то образом я пересек границу России и Азербайджана. То есть вы там не были? Я там не был. В квитанциях оставшихся у людей немыслимые цифры. 170, 250, 310 тысяч рублей за российское гражданство, которое в принципе не продается. Обманутых под сотню. Когда сумма похищенного перевалила, за семизначную отметку фирма исчезла, закрыв сайт, сменив офис и название. Почему вы не позвонили и не сказали, ребята, мы переезжаем, не переживайте, все нормально. Вы как крысы последние твари просто смотали с этого офиса и переехали сюда. Фамилию называй свою, говорят тебе. Нет, ты не махай. Что ты руками машешь? Фамилию называй. Пострадавшие сами выследили тех, кто брал у них деньги через соцсети. Как нам удалось выяснить, в этом доме на профсоюзной улице живет некто Эдуард Барамия. Исполнительный директор конторы «Закон и защита». Возможно, он уже в бегах. Попробуем заглянуть к нему в гости. Именно этот человек, похоже, и руководил работой лжеюристов. Он что, вам сын, что ли, приходится ли кто? Ну, сын, да. А давно он организовал вот эту контору, которая обманывает людей? Да это не его, он ничего не организовывал. Как не его? Законная защита? Нет. Он у кого-то работает наемным юристом. Как выяснилось, подобных фирм открыто предлагающих услуги за гранью уголовного кодекса «Пруд пруди». Я хотел бы, во-первых, оформить временное разрешение в России на жительство. Что касается подачи на квоту, есть безотказка, но это будет стоить достаточно дорого. Сколько это стоит? Более 200 тысяч. Это, возможно, будет сделать только после окончания чемпионата. Ясно, что в лучшем случае за эти деньги мы получим фальшивку, а в худшем просто останемся с носом. Пока полиция спасала попавшегося юриста, обманутые опознали еще одну сотрудницу этой конторы. Она раньше работала в центре правовой поддержки. Точно такая же компания, которая занималась мошенническими действиями. Вот эта женщина? Да, да, вот она, вот она на видео. Этих двоих задержали. Однако нет гарантии, что остальные не организуют новую надувательскую фирму. Аликсат.